Всем привет! Сегодня у нас, ребята, суббота, и у нас уже, ну, поздненько, и Ирина вспомнила, что у Ирины нет видео, ни одного просто, и мне завтра нужно выкладывать что-то, представляете? А я не работала сегодня на YouTube вообще никак. Ну, вы знаете меня, я уже много раз говорила, что у меня, ну, я не делаю контент какой-то там, и то, что я делаю каждый день видео, это очень удивительно благодаря вам. И вот сегодня, вы знаете, у меня мысль такая пролетела, что я не буду выкладывать. Потом я поймала себя на том, что меня ведь люди ждут, а меня не будет. Я такая думаю, ёлки-палки, надо делать что-то. Вот, конечно же, я взяла телефон и думаю, посижу, вот так вот просто запишу свою говорящую голову, и, конечно, буду до этого с обратной связи, потому что я просто вот так вот буду сегодня болтать. Я немножко такая замученная сегодня, уставшая. У меня сегодня был плаксивый день, вот, девочки и мальчики, потому что я сегодня, знаете, у меня вот такое состояние, мне хотелось плакать. Вот, очень много разных новостей бывает там, ну, в связи с родными, всё хорошо, но иногда бывают там какие-то вещи неприятные происходят, и вот ты сидишь там, иногда переживаешь. А я такая, знаете, я люблю попереживать, пострадать, вот такая вот, я эмпат такой очень сильный, постоянно вот это всё чувствую, вот, очень близко к сердцу воспринимаю. Ну, в общем, я такой человек, ну, меня, видимо, уже не исправить, это бесполезная тема, я уже сколько над этим работала. Вот, в любом случае за своих родных, там, близких я буду переживать. Поэтому я не могу скрыть это. Сегодня нужно видео, думаю, записать, но скрывать от вас ничего не буду, поэтому сегодня вот понимаете, что я в таком состоянии, потому что, потому что я сегодня плакала целый день. Вот. Нормально иногда я себе даю и позволяю это делать. Иногда, вот, знаете, иногда бывают такие даже дни, когда я просто вообще ничего не делаю. Вот просто даю себе вот поплакать, а там, я не знаю, целый день просто валяться и смотреть там кино какое-нибудь или ещё что-нибудь. Поэтому иногда себе такую выгрузку надо делать, в любом случае, потому что очень много забот, в любом случае очень много каких-то проблем, много всего, что, в принципе, иногда вот у тебя всё это эмоционально накапливается. И, знаете, ему надо дать выплеснуться, вот, чтобы это всё выплеснулось из тебя, и потом тебе будет легче. А у меня ещё ферритин низкий, и я иногда ловлю себя, знаете, думаю, вот, чё ж такое, чё ж такое, а потом думаю, ферритин у меня. Когда у меня железо было очень низкое и ферритин, я вообще думала, что у меня какая-то депрессия началась, какая-то волна. А потом, когда я всё это узнала, думаю, ёлки-палки, так это же вообще... Потом, когда мне сделали железо, когда у меня уже всё поднялось, мне стало получше, я уже, знаете, в своём каком-то нормальном мире нахожусь, потому что до этого я вообще не понимала, что происходит. Ну, кто, у кого нехватка железа и постоянно хочется спать, вот такое, значит, состояние, меня поймут, когда у кого низкие, низкие показатели. О чём я говорю, о чём речь? Сегодня я доставала все просто новогодние штукенцы, которые я там привезла даже с съёмного дома, что мы там покупали, я даже гирлянды какие-то нашла. Нашла какие-то украшения, кто-то нам даже присылал, из России присылали, родителям там что-то присылали нам. В общем, всё повытаскивала сегодня, нашла, потому что у нас в гараже просто, вот знаете, не пройдёшь, не проедешь, мы до гаража ещё дойти не можем никак. Сейчас с Тёмкой ждём ещё стулья, где-то зависли стулья у нас на кухню, стол завис, где-то находится в Ирландо, непонятно, в общем, мы его ждём. Ну, как бы мы видим, что он в Ирландо, наш стол, и бы нету стулья, как бы, я так понимаю, что вообще не придут. Артём ездил вчера, ничего нет, я так понимаю, что мне нужно будет перезаказывать. С Алиэкспресса, наверное, заказываешь, конечно, здорово, всё классно, но иногда вот бывает такое, ты ждёшь, 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 и потом бац, и ничего нету. Ну, что-то быстро доходит, ладно, у нас вот как обувница проверена, да, потому что меня все с калошницей заучили. Вы мне сказали калоши прикупить. Ну, здесь, знаете, если честно, калоши нет, но есть такие эти, кроксы, да, вот эти вот, кроксы надо обязательно, здесь все ходят, носки и кроксы. Супер просто обувь, очень удобная, красота просто, ну вот. Вот, ну, на самом деле ноги все испортишь, но Тимка у меня ходит в этих кроксах вообще, даже университет он ездит у меня в этих кроксах. Я ему говорю, надень кроссовки, ноги-то всё равно болеть будут. Нет, вот он кроксы, и в кроксах в университет ходит, представляете, настолько такая, ну, свобода в этом плане, вот. Где-то я там читала, что наши люди пишут, а мы вообще в саду только работаем в такой обуви, вот. Вот, так что кроксы, да, в этом можно было бы. А вообще эта обувница, она, по сути дела, как, это не обувница, это вообще, туда можно, знаете, хоть что класть. Не обязательно, это я просто так называю по-свойски калошницу, потому что я её купила специально для обуви. По сути дела, её можно на кухню поставить, даже её люди ставят, можно туда там посуду вниз составить, в общем. Я, кстати, подумываю в дайнинг-рум что-то наподобие поставить, чтобы у меня там всё время стояла посуда внизу. Вот у меня такая мысль есть. Думаю, что-то наподобие заказать, только, ну, немножко другое. То есть, другого цвета и, может быть, фактура какой-нибудь там, из дерева что-нибудь, не знаю. Я вспомнила, что мне задавал кто-то вопрос по поводу косметики, то есть, средства по уходу за лицом, вообще, чем я пользуюсь. Я, по-моему, обещала кому-то ответить. Сейчас как раз сходила вниз, у меня была косметичка внизу, я в сумке её оставила. Вот моя такая косметичка от Вера Брэдли, посмотрите. Вот, серенькая такая, мягонькая. Внутри клеёночка, я как раз такое хотела, чтобы, ну, чтобы там внутри, если вдруг пудра, там что-нибудь происходит, протёр просто и всё. И ничего не проливалось. В общем, очень удобно. Ну, в дорогу брать хорошо. Я такую маленькую взяла от Веры Брэдли. Я сейчас вам покажу, знаете что? Начну, наверное, с волос. Я, правда, не могу сказать, насколько пока это круто, но я надеюсь, что этот шампунь, который мне порекомендовала мой прихмахер вчера, с девушкой мы познакомились, я к ней первый раз ходила. Вот, посмотрите. Можете посмотреть, заскринить. Это, по-моему, итальянский шампунь, то есть, производство Италии. Вот он. И я взяла себе только шампунь, потому что мне нельзя пользоваться какими-то там прям суперкондиционерами, масками. Для моих волос это вообще, мои волосы в этом не нуждаются. У меня на самом деле волосы не ломкие, они у меня прям, ну, такие хорошие, знаете, они же прям тянутся. То есть, он просто у меня такой тонкий волос, но они у меня очень такие крепкие, хорошие. Поэтому мне ничего не нужно, маски никакие не нужны, мне просто нужен хороший шампунь для чувствительной кожи. Вот, и она, соответственно, мне порекомендовала вот такой вот. Она сказала, это будет классно, и где-то 39 долларов, по-моему, я у нее купила. Не знаю, где его, наверное, можно на просторах интернета найти. Вот, и филер систем написано. Вот, посмотрим. Там есть, по-моему, два или три вида, и я, короче, буду пробовать, и вам потом расскажу мои ощущения после этого шампуня, кому будет интересно. В общем, сейчас поделюсь вот с вами какими-то там вещами, которые у меня есть. Что еще? По поводу ухода за моим лицом, я вообще, по сути дела, никогда в жизни ничего не делала. То есть, у меня не было никогда никаких уколов, никаких ботоксов, никаких там вообще ничего. Я даже не знаю, какие сейчас аппараты, какие процедуры. То есть, я настолько динозавр, вы не представляете. Вот, просто я ничего не делаю абсолютно. Иногда подумываю, надо бы уже, с одной стороны. Но у меня знакомые там девчонки, вот, да, они там себе эту ботокс, то еще что-то покалывают, ходят. Конечно, у них такое лицо такое упругое, все супер-пупер, вот, становится. Но я, если честно, боюсь всех этих вещей. Мне кажется, я не знаю. В общем, я просто от страха умру, если я буду себе там что-то делать. Не знаю. В общем, поэтому меня туда не затащишь лишний раз. И, в общем, я пока вот делаю себе такой уход. Я уже очень долгое время сижу на этой косметике. И в первую очередь вообще, сейчас косметику покажу. В первую очередь я что делаю? У меня вот эта вот мицеллярная вода, я всегда ей пользуюсь. Вот она. Это от La Roche, позей. Она мне больше всех нравится. Я ее постоянно покупаю. Она в аптеке, в пабликсе в последнее время я ее тоже видела. В общем, она мне больше нравится. Отчищающее средство, конечно же, для лица у меня вот эта вот же фирма, которую я раньше вам тоже показывала. У меня умывалка. У меня материальная вода сначала, потом идет, потом я умываюсь. У меня такая щеточка есть от Нафарео, да. Вот эта вот такая вот маленькая оранжевая. Вот я, в общем, ей так вот утром и вечером, ну, иногда грешу, иногда не делаю. Но стараюсь вот так вот всегда массажными движениями вот этой щеточкой все делаю. Конечно, потом после этого у меня есть вот такой вот пил. Тоже же. Это же косметика. И он мне больше нравится. То есть я не скрабирую себе лицо. То есть я не использую какие-то скрабы. Здесь вот такие частички уже в этом тонике. Вот. В общем, он такой нежненький для моего лица. Мне очень нравится. Я вот им пользуюсь, получается. И после этого я уже наношу крем. Крем я покупаю вот в такой вот баночке сначала. Я купила. А потом я уже, это утром и вечером, я использую. Никаких сывороток ничего я вообще не делаю. Хотя вот надо что-то такое прикупить. Вот хочу что-нибудь такое более пожирнее взять. Вот. И я уже беру вот такой вот, знаете, набор. Здесь 150 миллилитров. Выходит экономичнее в такой упаковке. Я потом просто у меня как-то в банке заканчиваются. Я потом это выдавливаю в эту банку. И, в общем, продолжаю пользоваться. Вот так дешевле получается. Поэтому я беру. Потом, знаете, для волос у меня еще есть вот такая тема. Я купила ее, по-моему, в Сифоре. Смотрите, это какая-то пудра. Я не помню, я кого-то увидела. В общем, всегда спасает, когда на следующий день, там, тут я, если голову на ночь помою, у меня все, у меня ни укладки, ничего не будет. Но если мне надо куда-то бежать, некогда, там еще что-то. В общем, я беру, здесь такая пудрочка. Вот, беру просто вот немножко вот так на руку и так растираю. И потом не всираю в голову, а прямо там туда вот делаю. И, знаете, иногда просто, ну, там появляется объем. Вот. Это чувствуется. Еще, по-моему, говорили, что можно там посушить волосы после этого. Ну, там, не знаю, я, короче, в общем, пользуюсь только таким образом, когда мне надо там срочно куда-то идти. Я так слегка все это сделаю. И я чувствую, что они немножко такой объем придали волосы. То есть, такой объемчик прям чувствуется после этого. Не помню, сколько стоит. Ну, все. Ну, я не увлекаюсь им прям так часто. Просто у меня как эта палочка-выручалочка такая, знаете. Вот. Так же для губ я вот мажу вот этим вот бальзам у меня такой. Вот, видите, для губ. Тоже все, все это косметика. Только этой косметикой я пользуюсь. Что у меня еще здесь есть? Это у меня под глаза. София мне дала. Это корейская косметика. Не знаю, мне нравится. Я вот использую ее. Не знаю, Соньке что-то, видимо, не подошло. Мне прям подходит очень хорошо. Посмотрите. Вот я мажу здесь. И у меня, на самом деле, крем под глаза я покупаю тоже такой же, да, этой же фирмы. Только получается авокадо. Авокадо прям вообще супер крем. Иногда его даже не бывает. Потому что люди покупают, ну, самые лучшие от этой компании. Но он у меня закончился. Я вот сейчас пользуюсь вот этим вот корейским. Тоже неплохой, кстати. Мне тоже очень нравится. Что у меня еще здесь есть? У меня есть санитайзер такой, знаете, вкусно пахнущий для рук. Вот прям, не знаю. Прям вообще это супер. Ручки свои там побрызгаются. Бактериальный такой, знаете, от Body Works. Это Buff Body Works. В общем, такой спрей. Вот прям брызгаешь. И вот как будто, я не знаю, кто-то прошелся там, надухарился. Надушился. Вот просто супер. Что еще у меня здесь? Сейчас посмотрим. Сейчас разберем. А, еще спрашивали про тушь, которую я купила. По-моему, в Spraud's продается косметика. Вот это вот Mineral. Вот я купила как раз в Spraud's покупала, если видели, пудру минеральную. Мне нравится она такая вообще, ее даже незаметно. Она такая легкая. Видите, вот так вот она. Я очень вообще редко пользуюсь пудрой. Но вот эту именно я покупаю. Она мне очень нравится. Она удобная такая. Раз такая, знаете, как помадка такая. Ну, удобно с собой брать ее. Можно даже, по сути дела, этим кремом не мазаться. Тональным просто этой пудрицей так прошелся. Тушь вот эта вот мне понравилась. Она очень такая легкая, классная. Но она, знаете, если ты немножко там прослезился чуть-чуть, даже вот от ветра у меня бывает, от линз там, да, у меня слезинки появляются иногда, то все. То есть как бы отпечатается. Ну, не прям совсем прям так ужасно. Но чуть-чуть там, если будет слезиться что-то, то она такая, знаете, очень быстро смывается. Что очень хорошо, кстати. Некоторые туши, ну, не смоешь, тяжело смываются. И это ничего хорошего как бы нет для ресниц. Поэтому эта тушь неплохая. Мне очень понравилась. Вот. Так что классная тушь. Но она не делает такой очень сильный объем. Иногда я покупаю какие-то туши. Бывает такое, что, знаете, у меня прям какие-то накладные такие ресницы. У меня их особо так сильно не видно. Но если я сильно накрашу, то они будут довольно-таки немаленькие. Вот. Нормальные такие. Но это так сильно не удлиняет. Вот это прям я почувствовала. Вот. До этого у меня от Lancome. Она, вот я ее выбросила сейчас. Она у меня вот прям ресницы хорошо поднимала. Прям супер просто. Это у меня под глаза это Lauder. Но я им сейчас не пользуюсь. У меня лежит просто в косметичке. Я им сейчас не пользуюсь. У меня сейчас другая любовь. Я прям обожаю этот корректор. Сейчас я его найду. Я вам покажу. У меня не здесь. Сейчас я его принесу. В общем, это просто супер. Я в последнее время. Вот. Вот это вот. Вот. Это вот такой стик. У меня постоянно синяки под глазами. Так. Жих. Жих. Короче, в общем, корректор такой суперский просто. Он такой мягкий. Такой нежный. Легкий. Не тяжелый. Я прям вообще влюбилась. Не знаю. Мне прям нравится. И я еще мимо не прошла. Румян. Тоже отмирает. Вот такие вот румянки. Тоже, знаете, вот удобно. Просто с собой берешь. Ну, раз такая. Упс. Упс. Ну, то есть, я люблю только, когда все вот так вот удобно, герметично запакованно. В общем. Вот. И все. И пошла. Вот. Сейчас буду как это. Какое-то сказки морозка. Принцесса нет королевных. Что у меня еще есть? В общем, для бровей я пользуюсь очень редко. Очень редко я делаю вот это вот. У меня брови свои. Я никогда тоже с бровями ничего не делала. Они пока еще есть. И я просто карандашом иногда пользуюсь. Ну, заполняю там какие-то там, может, пустоты там где-то там. В общем, удлиняю чуть-чуть. Это иногда, когда мне не лень. Вообще, по сути дела, я просто пользуюсь вот этой вот вещью. Это тоже получается. Это как у нас называется? Я забыла. Это было как эта фирма называется, если честно. Вообще, уже не помню. В общем, у меня есть карандаш. И есть вот это. Мне нравится вот то, что я постоянно пользуюсь. Это вот такая вот как тушь, да? Очень удобно. Вот здесь вот так кисточкой. Вот так вот провела. И, конечно, без линз. Я сейчас не вижу, что я делаю, конечно. Вот. Не буду сильно краситься. Ну, в общем, я, короче, так жих-жих-жих. И все. И вот, в принципе, все, что я делаю. Вот. Этот карандаш, по-моему, я показывала как-то. Arara Beauty. Это Селена Гомос, по-моему. Да, это ее косметика. Он такой мягкий, хороший карандаш. Он, по-моему, корейский. Мне вообще корейская косметика тоже нравится в последнее время. У меня София все время заказывает корейскую косметику себе. Постоянно. Так, это у меня Lip Oil. Это масло для губ. Я не помню, где-то в Маршалесе, что ли, покупала. За 3 доллара, по-моему. Мне нравится вот эта вот помада. Очень. То есть для моих губ она просто супер. Она такая, знаете, увлажняющая. Это у нас от Келли Джейнер. Это семейство Кардашьянта. Вот. Мне очень понравилось. Не знаю. Она такая, знаете, прям... Прям такая вот. Просто чуть-чуть дает такой оттенок. И у нее это... Ну, она как бы на каждый день, с утра вот так вот намазала. И еще увлажняет немножко губы. Не сушит. Это у меня от Мак. Румяна. Я ими редко пользуюсь. Если честно. Косметика Мак. Мне кажется, она такая очень жесткая косметика. Она такая профессиональная даже. Вот. Если хочешь там действительно какой-то макияж сделать. Вот. Я ее люблю. Мне нравится румяна. Помада у меня от Мак есть. Я иногда люблю Мак. Все-таки я им пользуюсь. Но какие-то тональные крема. Ничего такого не покупаю. Что еще? Я не знаю, что такое вам показать еще. Какие-то тени вот есть. Как карандаш такие. Не знаю. Сейчас накрашусь. Если вам покажу. Вот. Так слегка. Но этот цвет мне не очень идет, если честно. Я им очень редко пользуюсь. Я же не знаю. Что они мне до сих пор делают. Мои косметички. Вообще-то же интересно стало. Ну, в общем. В общем, как-то вот так вот. Они слегка немножко дают такой оттенок. И мне нравится, что они вот именно с таким мерцанием чуть-чуть. И они, когда у кого нависшее веко, чуть-чуть уже как бы становятся не так сильно. Это видно. Вот. Так что это, ну, все как-то освежает. Ну, посветлее, правда, мне надо тон было взять. Сейчас я вам скажу вот так вот. Покажу, если видите. В общем, такие тени для глаз. А вот у меня помада от Мак. Мак, это моя любимая прям вообще. Этот цвет суперский просто. Это просто каждый день. Вот именно мне вот с моим, ну, мой цвет волос. И вот эта вот помада, вы знаете, она вот такая прям вот. Прям вот каждый день ее можно носить. Вот она легкая такая. Красивый очень цвет у нее. Это Италия написано. Производство помады итальянская. Очень классная. Вообще мне очень нравится. Вот у меня всегда вот этот вот оттенок. Но это я им пользуюсь. Просто супер. Еще, знаете, карандаш берешь какой-нибудь потемнее. Классно получается. Это я хайлайтер, по-моему, такой небольшой. Я даже не знаю. Это, по-моему, скорее всего, сифора делает. Это их хайлайтер. Ну, все, по сути дела. Ничего такого нет. Карандашами или там какие-то стрелки делать. Я вообще это не делаю. Редко. Хотя очень хочу. У меня вот есть такой пен какой-то. От... Браун пен называется. Вот. Ну, если честно, я очень редко это делаю. Я не умею даже стрелки красить. Я максимум только и там тени. Тенями это как-то делаю. И... И ресницы. Все. Все, что я делаю. Вот. В общем, как-то так. От Шарлоттос. Вот у меня есть еще такой крем. Тоже. Он тоже неплохой. Классный такой тональный крем. Мне очень нравится. Вот. Итальянский. Тоже производство Италии. Это как грязный типик такой. В общем, производство Италии. Ну, в общем, классный такой. Вот. И для волос я все время в маршельсе. Раньше я пользовалась, но мне сейчас не надо. Я не понимала, что у меня... Я вроде покупаю такие вещи, а мне не подходит. То есть у меня с волосами что-то не то. А мне не надо это совершенно делать. Но вот девчонкам я своим покупала, там мазала. Мы делали, да. Вот это очень хорошо. Десять в одном. Можно купить вот в маршельсе, в Россе, да. Вот в таких вот магазинах гораздо дешевле. Здесь марокканский такой секрет. В общем, десять в одном. В общем, здесь много всяких компонентов. Ты брызгаешь после, когда помыла голову, брызгаешь. И все, и у тебя волосы там просто такие суперские становятся. Мне вот он как-то нравился, но у меня сразу волосы такие тяжелые становятся, непонятные. А прически никакой. Это вот у кого длинные волосы вообще просто классно. У кого сухие, вот прям волосы здоровские становятся. Так что, если кому интересно будет. Ну, в общем, вот так вот. Вот такое сегодня видео у меня получилось. Я думала, что я вообще сегодня ничего не сниму вам. Ничего не буду показывать. Вот, вначале такая, рассказала все, что у меня на самом деле сегодня творится на душе. Вот, ну, видите, разошлась. А, вот еще, кстати, забыла. Вот у меня стоит еще здесь ополаскиватель для рта. Посмотрите. Если, ну, интересно, посмотрите. Где-нибудь, может, его можно купить. Я взяла у своего стоматолога. И это суперская вещь. Это не какая-то там химозина непонятная. Получишь не знаю чем, да. Вот, ужас. Просто иногда покупаешь. Вот это люстрейн, там, в общем, все вот это вот. Это органическое все здесь. Здесь, знаете, календула состав. Здесь детям тоже это можно. Конечно, под присмотром родителей. Здесь календула. В общем, всякие травки, муравки. Короче говоря, супер просто. Суперский просто ополаскиватель для рта. Если интересно, посмотрите. Вот. Мне очень-очень понравился. Я у них купила, правда, за 30 чем-то долларов, по-моему, его. Возможно, где-то его найти может дешевле. Вот, не дешевый. Но пузырек довольно-таки большой. Так что мне очень понравился. Самое главное, что он органический. Там нет ничего такого ужасного. И, ну, очень такой приятный. Прям нежный. И вот моим девчонкам, детям, мне кажется, это вообще прям супер. Вот. Так что, так что вот такие вот дела. Всем спасибо, кто был сегодня со мной. Жду вашей обратной связи. Как вам вообще видео и моя сегодняшняя говорящая голова. Увидимся с вами, как обычно, в следующем. И всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. И себе тоже желаю. Я надеюсь, завтра у меня этой плаксивости не будет. И все будет замечательно. Вот. Всем спасибо. И увидимся с вами. Все. Всем пока-пока.